боль ровная, вот вы не шевелитесь, лежите, а оно все равно болит и ноет, и вот так и хочется его потереть, погладить, то это воспалительный процесс в мышцах миозита, например, тоже ит, слышишь? Миозит, или бурсит, то есть если это воспалительный процесс, и вот рука так и тянет, погладить, разогнать, хочется, то это воспалительный процесс, и в первую очередь надо снять воспаление. А, собственно, заболевание суставов, когда именно сустав разрушается, то, что я вам сейчас перечисляла, здесь больше мышцы задействованы, а, собственно, разрушение сустава, артрозы, кокса, артрозы, это, или острого артрозы, тоже разрушение позвоночника фактически, не фактически, а так и есть, то есть они реагируют тогда, когда вы ими пользуетесь, то есть если при артрозе колена тихо сидеть и не трогать, вот просто сидеть, то колено не болит, оно болит только когда вы начинаете ходить. То есть если боль при хождении нарастает и усиливается, это артроз. И вот исходя из этих трех пунктов, я расскажу, как привести себя в порядок. И вот для меня для вас отличная новость. Все три формы прекрасно восстанавливаются, если взяться за дело. И, к слову сказать, даже не так уж много и время это занимает. И начинается все, как всегда, с базового сета. Почему именно с базового сета? Потому что для этого надо понимать, что суставы тоже из чего-то строятся. Ну, конечно. И это что-то мы опять, как и все остальное, кладем в рот. И если наш желудок и кишечник не может стройматериал усвоить, нам его не хватает, то понятно, что начнутся проблемы. И, допустим, для того, чтобы в суставах хорошо образовывалась синавиальная жидкость, это жидкость, которая предотвращает трение сустава. Вот. Сустав – это две косточки, хорящик и сумка. Вот. Вот. Здесь бы еще сумочку вот так тебе. Вот это. Да. Это приспособа для того, чтобы мы могли поворачиваться. Да. Для того, чтобы мы были подвижны. Но каждому суставу крепится своя группа мышц. И крепится она при помощи связок. И вот первая наша задача, чтобы в организме было достаточно материала для построения связок. И если вы относительно здоровы, то вот как раз того, что содержится в базовом сете, вам будет достаточно. Но мышцы – это белок. И если вы хотите дать даже зарядку сделать, то есть если у вас физическая работа, вот сейчас весна, многие рванут на огороды. На велосипеды. На велосипеды. Кстати говоря, для колен это особо актуально, велосипеды. То, соответственно, вы увеличите нагрузку на свои суставы. И в этом случае обязательно нужно их подкормить. А кормим их рестарейтом. И... Ау. Можно мы сейчас сделаем активайз-паузу? Потому что, как вы говорите, я понимаю, что моим суставам точно нужен активайз сейчас. И юбэйсик, и циршутс. Нет. Твоим суставам сейчас нужен активайз и бьюти. И бьюти. Я знаю, что ты собираешься заниматься на арбитреке. Это уже нагрузка. И значит, дополнительный белок необходим. Здесь коллаген, который не только личка подтягивает и кожу. Он входит и в состав костей, и в состав связок. Как только вы увеличиваете нагрузку, вам обязательно нужно дополнительный коллаген. Желательно еще дополнительный белок. Так что, если есть амина, можешь смело помешать. Если у меня нет, мой бьюти сейчас приходит на новую почту, тогда я просто воспользуюсь активайзом. Верно? Тогда добавь базик. Расскажу, почему. Хорошо, рассказывайте. Как я уже упомянула, для того, чтобы образовывалась инвиальная жидкость в суставах, нужно определенное количество желчи. А именно базик у нас работает и как желчегонная. И я должна сказать, что если 10 детишек, не взрослых, детвору, попросить вот так вот в ряд поставить и сказать, ну-ка все 10 присели, у пятерых из них будут скрипеть коленки. Даже в возрасте, там, 10 лет. Потому что сейчас, к сожалению, из-за питания, из-за экологии причин много, но желчь выделяется плохо. Она густая. У половины людей нет желчного пузыря, и она не может приобрести нужную концентрацию. А базик – это то, что нам компенсирует наши неприятности. У кого есть желчный пузырь, запустит его хорошую работу. У кого его уже нет, ну нет так нет, надо же как-то жить, компенсирует. Так что объявляем, активаясь паузу. С удовольствием пьем вот такой красивый коктейль. А я продолжаю. Мы подарили бамбуковую палочку. Знаю, что я любительница коктейлей, я теперь коктейль употребляю с бамбуковой палочкой. А себе возьми. Ты знаешь, Натаня, она мне все испортит. Испортим. Ох, испортим, Натанюшка. По вашему этому, встал на таком утренном взгляде в глазах. Ты оставила его оставила. Борис Леонов. Так, что не так, рассказывайте. Пока еще нет твоего ошибок. Борис Леонов, Зай. Это не совсем ошибка, но... Когда мы пьем через трубочку, у нас быстро образуются кисельные морщинки. Оно тебе надо? Нет, не надо. Тогда я подарю тебе полную трубу. Пей глоточками. Хорошо. Кроме всего прочего, очень важно, когда мы пьем через трубку, то мы плохо чувствуем вкус. Да. Это правда. Вот. А наше питание, пейговское, оно очень вкусное. И немцы специально работали над вкусом для того, чтобы вот здесь вот закрепилась мысль о том, организм, ну, организм вкусное, сразу к полезному причисляем. Вот как красивому человеку мы сразу настроены более положительно, потому что у нас в мозгах вот такая программа. Красивый, значит, хороший. Так и здесь. Кроме всего прочего, когда мы чувствуем вкус, у нас срабатывают хорошо ферменты слюны. Организм сразу понимает, что ему предложили и что нужно, и какие ферменты нужны для усвоения. А когда, допустим, то же самое питание принимают в капсулах, в желудке нужно время, чтобы разобраться, а что же тут туда кинули. Потому что первое, первым должен быть рот и слюна. И если там запах, вкус, если мы его не почувствовали, уже пищеварение идет с нарушением. Поверьте, у нас и так предостаточно погрешностей пищеварения, поэтому уж не будем себе делать дополнительные там, где можно этого избежать легко. Красивая бамбоковая палочка. Я ее использую тогда по другому назначению. Я тебе придумаю, как я уже знаю. Скоро паста, но к еде на отношение... Благодарю вас. То есть для здоровья суставов очень важно, чтобы хорошо работала желчь. И для здоровых суставов очень важно, чтобы было хорошее кровообращение. Потому что все это, все питательные вещества до сустава должна донести кровь. И если вы считаете себя относительно здоровым человеком, то, в принципе, базовый сет способен поддерживать здоровье ваших суставов всю вашу жизнь. Единственное, что, конечно, что-то из белка добавить нужно будет обязательно. Это может быть или бьюти, или амина, или мне очень нравится прошейк. То есть то, что содержит белок. В базовом наборе белки есть, но недостаточном количестве. Так, Татьяна Геннадьевна, теперь давайте дальше продолжим наш разговор. Активайз пауза. Ребята, я думаю, что вы к нам присоединяетесь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто присоединяется к нам в активайз паузе. Это тоже хорошо будет узнать. Татьяна Геннадьевна, а теперь другой вопрос. Вы начали разговаривать, мы начали разговаривать о том, что вы действительно, я бы хотела заниматься, потому что я бы человек подвижный, и вы много хотите. Я такая, по сложению, наверное, такая. А сейчас в замкнутом пространстве, когда, ну, мало двигаюсь, мне этого не хватает, реально движения. Я думаю, что немногим здесь у нас присутствующих, ребята все активные, они тоже бы хотели активиться. Как это правильно присоединиться к всему этому? Ну, как и любое движение, я уже сказала, что обязательно, если вы решили дома заниматься йогой, если вы дома решили использовать тренажеры, или вам повезло, и вы живете где-то за городом, у вас есть возможность выйти погулять, то лучшее средство для ходьбы – это скандинавские палки. Почему? Они, как и арбитрек, не нравятся арбитрек. Он задействует абсолютно все мышцы. Точно так же при скандинавской ходьбе у вас работают плечевой пояс, шея, корпус и ноги. Максимальная польза – это когда максимально задействованы все мышцы. Это важно для того, чтобы хорошо перегонялась лимфа. Но из-за того, что мы уже просидели достаточно много, я предлагаю всем провести сейчас программу «Дэдринг», чтобы вы не гоняли грязную лимфу, даже не грязную, застойную лимфу не гоняли, то после карантина или во время карантина, кстати говоря, очень подходящее время – это для программ очистки. И «Дэдринг» очень комфортный. Вас очистит мягко, без, скажем так, без неприятных разных ощущений. Но в то же время даже немцы, когда выступали, советовали, что проводить программы детокса надо только без стресса, то есть в спокойной обстановке. Чистка организма – это серьёзная нагрузка. И сочетать её ещё с какой-то другой уже… Но это не милосердно по отношению к себе. Мы же здоровье хотим, а не загнать себя. Поэтому я предлагаю раз заняться, раз ты хочешь заняться. Ну и как раз мне подходят, потому что мы на прошлый… Один из вторников мы занимались «Дэдрингом», начали разговоры, и я приступила к программе очистки. У меня там осталось два пакета. Очень хорошо. Вот тебе в самый раз заняться спортом. И параллельно, говорю, ввести себе любой белок. Вот придёт тебе бьюти, то, что надо. То есть, что надо. Коллаген, который там содержится, он как раз укрепляет связки. Ну и, естественно, как и любые, если вы давно не занимались, не надо с места в карьере. Не нужно сразу пытаться добежать на арбитрике до Киева. Добеги сначала до ближайшего села. Это сколько километров? Значит так, в норме, давайте я назову минимум и максимум. Вот. Не максимум, а активальный. Значит так, минимум, который надо двигаться, это полчаса. Если вы ходите, бегаете, ну неважно, что там, занимаетесь, любое упражнение, первые 20 минут организм только разогревается. А обменные процессы усиливаются только последние 10 минут. Вот это минимум. А максимум, за который ваша лимфа поднимется с ног и сделает круг, то есть очистка пройдет, это 10 тысяч шагов, это 5 километров, это приблизительно час. Вот час в день непрерывной коньбы. То есть, ну непрерывной, хотя бы полчаса непрерывной. Можно там два раза по полчаса. Если давно мы не занимались, два раза по полчаса, это лучше, чем сразу час и потом упасть. Но мы не упадем, потому что вечером у нас есть ресторейт. И он снимет нам возможную крепатуру и наведет кислотно-щелочной баланс и восстановит потраченную минеральную пазу. Помните, вот я очень хочу, чтобы все поняли, что чем больше физической нагрузки, тем больше увеличивается расход микроэлементов и белков. И их нужно восстанавливать. И если только тратить, 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 то вы их просто, ну, организм начнет тянуть из костей. И если вы хотите пользу, то пользы не будет. Чтобы все было уравновешено, организм очень ценит балансы. У нас водно-солевой баланс, кислотно-щелочной баланс. У нас гомеостаз, то есть постоянство внутренних средств. И даже если вы сегодня объедитесь солью, и у вас не будет чем попить, а пить захочется, вы перетерпите, и через какое-то время организм таки все равно наведет порядок. Он держит температуру, давление. То есть наш организм любит балансы и постоянство. Как только увеличивается расход чего-то, его же надо откуда-то брать, правда? Или вот это положим в рот. Как включить эту кускарфон. Алло, как слышно? Да, все хорошо, уже все слышно, все хорошо. Все, все, убрали, да? Ну, хорошо. То есть, как только баланс нарушается, организм бросает все силы, чтобы этот баланс вернуть. И не успокаивается, пока не вернет. Ему без баланса невозможно существовать. Если вы не введете то, что он потерял, извне, допустим, вы потеряли жидкость, да, пропотели, и не помили. Откуда баланс навести надо? Кровь должна быть постоянной. Откуда потянет организм жидкость? Из кожи, из мышц, из того, где воды больше всего. Понимаете? Если вам не хватает минеральных веществ, откуда организм потянет? Из косточек. Если, ну, самое скверное, если вам не хватает белка, потому что депо белка у нас нет. У нас есть группа кислот, аминокислот, то есть белков, незаменимых. Они называются незаменимыми именно потому, что мы обязательно должны их ввести извне. Но нет им аналога в организме. Не умеем мы их синтезировать. Если мы их не ввели, и заменить их нечем, то начались функциональные расстройства. И в частности, начали разрушаться суставы. То есть, на мой взгляд, не на мой взгляд, а так оно и есть, это физиология. Для того, чтобы сохранить, нужно дать организму то, из чего он будет строиться. Для этого базовый сет подходит очень хорошо. И как дополнение, это белок, это амина. Вот, кстати, набор амина, конкретно, туда входит все 8 незаменимых аминокислот. И я считаю, что при нынешнем положении дел на мясном рынке, и вообще на белковом рынке, на белковом рынке, потому что мясо плохого качества, люди пытаются это взять из бобовых белков, сейчас многие вегетарианство ударились, из орехов. Но и там с качеством стало намного хуже. Если вы берете привозные орехи, в большинстве случаев они обработаны. Если они продаются чищенными в магазине, они не могли бы лежать, они бы окислили в орехах много жира. Жир бы, он начал окисляться. И для того, чтобы он не окислялся, они обработаны. И отмыть их от поверхностной химии можно, но не так уж просто. И нужны специальные средства, чем обрабатывать. И потом, должна вам сказать, даже из соображений цены, бьюти стоит около 40, там с копейками евро, орехов на эту сумму не так уж много получается. Татьяна Дедовна, и еще я вас благодарю за то, что вы откликаетесь очень быстро, откликаетесь на просьбу наших партнеров и клиентов и ведете со своей странички в Фейсбуке. Вы такие уже, мы привыкли уже к ним, мы ждем. Ждем анонсов о ваших разговорах, о ваших... Не то что разговорах, а о ваших впечатлениях. Благодарим вас за отзыв, за бьюти, когда вы пропили баночку. Благодарим вообще, что вы выходите в эфир на своей странице Фейсбуке. И вот одна женщина писала вам в комментариях, что зачем нам какие-то там непонятные добавки, как по ее мнению, лучше пойти в фитнес-зал и лучше пойти заниматься, там, пить зеленый чай. Вы очень грамотно и красиво ей ответили на этот вопрос, на этот ответ. Но повторите, пожалуйста, еще раз ответ на этот вопрос. Можно ли это заменить? Можно ли заменить базовый сет походом в фитнес-зал? Его можно только совместить с походом в фитнес-зал и ни в коем случае не заменить. Да посмотрите на любых спортсменов, даже просто любителей. Если человек начинает регулярно ходить в фитнес-зал, то рядом в сумке у него появляются белки, появляются аминокислоты. Они могут быть в капсулах, они могут быть любого, но это знают все спортсмены, даже совсем на уровне школы. Даже в спортшколах любители всем говорят, как только вы хотите получить результат хоть какой-нибудь и не взгубить здоровье, без белков никак нельзя. Без того, чтобы хорошо бегала кровь, вот кровь, кровообращение можно усилить упражнениями. А что эта кровь будет гонять? Где я строю материал? Что подвозить? Абсолютно верно. Она-то бегать будет, но там же будет пусто. И мышцы и суставы останутся голодными. И все равно должна вам сказать, что каждый раз, когда ко мне приходят именно спортсмены, то более покалеченных людей я не вижу. Во всем нужна норма, во всем нужен баланс. И если вы ходите в спортзал, если вы занимаетесь йогой, спортивной, ходьбой, все равно чем. Как помните, что до какой-то пошли на огород. Как только у вас возрастает физическая нагрузка, надо соблюдать два правила. Нужна вода и нужен белок. Обязательно. Если вы хотите сберечь здоровье. Но еще не могу не сказать, поскольку, начиная заниматься спортом, да и не только, но поначалу это особо часто, люди недостаточно хорошо разогреваются, и, соответственно, микротравмы... Ну, короче, они есть. Сопутствуют? Сопутствуют, сопутствуют. К слову сказать, для того, чтобы получить микротравму, даже не обязательно и спортом заниматься. Говорю, огороды вполне подойдут. И даже если вот в день отсидели, а потом резко повернулись, мышцы уже затекли, то вероятность травмы очень велика. Вот сидим целый день перед компьютером, шея все время в одном положении. Она начинает затекать. Потом вас кто-то накликнул, резко обернулись, раз, и почувствовалось, что мышцы уже потянули. Вот для таких микротравм, ну, просто сказочно хорошая вещь, актив гель. Это у нас новинка, появилась только в этом месяце, и это должно быть в аптечке у каждого. Все, что на ощупь отекшее и горячее, вам поможет гель. И в составе, если пить геленфит повнутрь и сверху мазать сустав актив гелем, здесь входит много хондропротекторов, как и в геленфите. У них, кстати говоря, практически одинаковый состав. Здесь только дана основа, которая позволяет через кожу на достаточную глубину проходить. А так состав у них аналогичный. Это хондропротектор. Это вещества, из которых, собственно говоря, суставы и состоят. Когда он вам нужен? Поняли? Травмы. И если у вас... И если у вас дегенеративные изменения в суставах, проще говоря, исчезает хрящик. Да, вот как только хрящик начинает стачиваться, под словом хрящик я имею в виду не только хрящи, которые в коленах, я имею в виду, допустим, и диски межпозвоночные. Это тоже сюда. Очень часто начинают щелкать вот эти суставчики, челюстные. И там тоже стачиваются хрящики. Будьте к себе внимательны, используйте вот этот актив гель. Привет, привет. И вы подстегнёте образование хряща, нарастание хряща. Но чтобы он нарос, нужно соблюдать следующие условия. Нужен стройматериал и нужно, чтобы хорошо бегала кровь. Если с кровообращением у вас хорошо, то базовое восстановление не должно быть хорошо. И вы знаете, что у вас часто мёрзнут ноги, руки, то тогда в рамках программы я восстановление суставов предлагаю моноген. Ага, вот. Молодец. И если задача именно восстановить сустав, то это будет выглядеть так. Базовый сет, геленфит, моноген и актив гель в качестве обезболивающего средства и в качестве, когда с двух сторон и изнутри и снаружи, то дело идёт намного быстрее. И вот, что я хочу сказать. Это точно восстанавливается. Обычно, сейчас классически считается так, что артроз не лечится, артрит не лечится, только воспаление снимают и всё. И плавно ждут, пока у вас суставы сносятся и вам предложат замену сустава. Очень многие относятся, да, очень многие, две штуки, на дозу две штуки. Не нарушайте дозировку, поверьте, её очень внимательно высчитывали. Меньше можно, больше нет. Так вот, хочу предостеречь всех, кто относится к замене сустава так, как бы сказать, легкомысленно. Ведь нас слушают люди с разных стран. У нас это платно, у нас немножечко голову включает цена по замену сустава. А во многих странах это входит в государственную программу и им суставы меняют бесплатно. Но надо помнить одно, только свои суставы, родные, способны к самовосстановлению. Если вы ставите имплант, любой имплант всё равно сносится. И сносится он гораздо быстрее, чем вы думаете. Во-первых, не факт, что он приживётся. Совсем не факт. Все, кто делали себе, ставили импланты с зубами, знают, у одного идеально он их не чувствует, другие чувствуют их всю жизнь. И они всё равно не стали родными. Бывают ещё и моменты, когда просто организм отторгает. То есть, может оказаться, что вы замените сустав, а ходить на нём не сможете. Во-вторых, надо помнить, что он сносится, и это займёт лет 10 всего. 10-12. А каждый раз, меняя сустав, подрезают косточку. И это нельзя делать до бесконечности. И если вам 70 или 80, то уж ладно. 10 лет вы на нём проходите там. Можно и два человека, конечно, приводить. А если я знаю людей, которые это делают с 40 или с 50, подумайте сами. А второй раз вы сможете эту операцию перенести? Ну, там было два человека, там было. А вам будет на что этого деньга? А здоровье вам позволит второй раз перенести, скажем так, все эти процедуры, достаточно долгие, реабилитацию, наркоз и всё прочее? Берегите своё. Не позволяйте задуривать вам голову разговорами о том, что поменяем сустав, там-то и всё. Что тут такого? И ещё один очень важный момент тоже хотелось бы донести вот до каждого, кто сейчас слушает. Если только вам заменили один сустав, но не устранили причину, по которой он стал стачиваться, собирайте деньги сразу на следующий. Оно будет, оно не может быть по-другому. можем, да, и другую отдельно повести. Суставная система, она тоже общая. Если один суставчик снашивается, мы начинаем ходить на другую сторону. Это щадящая походка, это подсознательно. Вторая коленка или второй голеностол, второй бедро летит в два раза быстрее. Вы поставили так и план, но причина разрушения не ушла, и оно всё равно будет. на те ошибки, которые они делают. В таком случае вы будете весь как робот. С мотивацией тоже, что вы все можете по запчастям и говорить, и не факт, помните, это каждый раз наркоз, это каждый раз реабилитация. Бог с ними с деками. Это каждый раз очень тяжело для вашего организма, и однажды он скажет, а я этот имплант больше не хочу, а назад дороги не будет. Понимаете, вот не будет назад дороги. Как только вам ваш выбросили, назад его уже не вставишь. Вы не сможете передумать. Пожалуйста, думайте об этом заранее. И просто посчитайте, зайдите на сайт ортопедии, чтобы это не было от меня. Зайдите на сайт ортопедии, посмотрите, сколько стоит замену сустава, разделите эту сумму на сумму, которую вы заплатите за эту продукцию, и выяснится, что вы лет 10 можете все это пить со своим суставом, со своим суставом, восстанавливая его, сберегая его, восстанавливая, кстати, по дороге не только суставы, а и кровеносную систему, поддерживая мышцы, укрепляя связки. Вы будете наращивать свою здоровь. А замена сустава это дорога в инвалидную коляску. Я думаю, что среди моих слушателей сейчас нет желающих сесть в колясочку. Нет, это точно. Здесь активный. Здесь собрались люди активные и заинтересованные, заинтересованные в своем здоровье. и помните, что кроме вас, в вашем здоровье, медицина нет заинтересована. Заинтересована только вы. Сидите, считайте, сопоставляйте факты, которые я вам сказала. Сориентируйтесь потому, что ошибки даже в диагностике, мне кажется, это так несложно, но они часто бывают и очень часто вам лечат, снимают воспаление, словно это артрит, а оказывается, что это артроз и нужно восстанавливать, а не снимать воспаление. То есть воспаление в этом случае это уже следствие. снимается ограничение в 40 минут. Значит, мы пьем базовый сет, добавляем проводим детокс-программу для тех, кто ее еще не провел. Пользуемся актив-гелем на первых стадиях, когда у вас неизбежно будут при занятиях спорта микродравмы. И постепенно наращиваем и укрепляем свои хрящики, свои связочки. И главное это здоровье. Не главное, а чтобы это были и мышцы эластичные, сильные. Про белок я уже сказала, мышцы это белок и без коллагена именно в суставах коллагена больше всего. Это спиральки, которые помогают растягиваться. Вот как может растянуться ткань? Лучше всего, правильно, когда она спиралька? Да, 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 это и есть коллагены. Ведите их в свой рацион, старайтесь, чтобы они у вас были регулярно. И чем вы более активны, а летом у нас у всех все равно птины старастают, тем больше вам нужны именно белки. вот еще хочу пару слов сказать, чтобы люди просто подумали, а почему же в Африке, где, допустим, или в Индии, где, ну полно фруктов-то. Ну, уж чего-чего, а по витаминам и минералам у них там огромный выбор. Ну, может, в будущем и она... Почему там нет долгожителей? Я понял. почему долгожители в горах Грузии, где три траминки и один шашлык на вену? Это не моя вина. Я просил Наташу... Потому что основа нашего тела белок, белок и вода. А микроэлементы и витамины, они потому и микро, что их надо немного, они должны быть регулярно, но немного. А вот без белка жизни вообще нет. Ее просто нет. И если вы это у себя в голове уложите, что без белка жизни нет, раз качество белка в магазинах упало, то безобразие, значит, нужно найти хорошую замену. Я предлагаю замену в виде бьюти, в виде амина, в виде прошейпа. Это очень хорошее, это даже не замена, это великолепный аналог белка, потому что он чистый. Они уже пептиды, в форме пептидов, то есть для организма это стройматериал, который не надо предварительно очищать, перерабатывать, усваивать. он их только видит, они сразу раз, и пошли в кровь, и они уже работают. Кстати, именно этим и объясняется такая высокая эффективность продукции компании КМ. Берите для себя лучше, для своей семьи, для своих детей, берите лучше. Особенно это касается беременных девочек, потому что если вот я 65-го года рождения, в мое время была очень популярна книжка доктора Спока, может быть кто-то слышал, был там очень знаменитый, он написал книжку наш ребенок или что-то такое, так вот в той книжке мамочки задавали вопрос, мой ребенок упал с кровати, караок, что случилось? и доктор Спок в 65-м году пишет, даже если ребенок упадет с метровой высоты на пол, кого уж тогда не было, и полы были деревянные, у него настолько эластичные косточки, у него так много коллагена, перевожу вам, что с ним ничего не случится, самое большое он испугается, но если не испугается мама, то он очень быстро успокоится, рассказываю вам случай вот сейчас, сейчас мальчик 7 лет, ну скучно дома дуреем, прыгает на тахте, промахивается там, или как там, не знаю, в общем, из тахты падает на ковер на пол, это 50 сантиметров, 7 лет мальчику, он ломает руку в двух местах, какого качества у него косточки? Никакого. Где тот коллаген? У него нет косточки. Правильно, поэтому для беременных девочек, для тех, которые хотят иметь детей, первое, чтобы я бы посоветовала, это белок, это амина, это прошей, это бьюти, не ради красоты уже, а уже ради здоровья. и этот мальчик, это не единственное, я таких историй могу рассказать с десяток сходу, вот просто так вот по соседям пробежавшись, девочка кувыркнулась на уроке физкультуры, кто из нас не ковыркался? Как котята ковыркались, а сейчас она ковыркнулась, трещина в основании черепа, какого качества кости? Подумайте об этом, подумайте об этом, подумайте о том, насколько тело становится уязвимо, и уязвимо оно по простой причине, ему не хватает качественного строя материала, то, что предлагает немецкая компания PM, систему, которая полностью способна восстановить ваш организм, я имею ввиду функциональные нарушения, не вирусные, не бактериальные, а именно функциональные нарушения, сделать крепкими кости, улучшить эластичность связок, нагладить вам зрение, починить клапаны сердца, сделать здоровыми сосуды, кстати, сосуды, там тоже входит коллаген, увеличить текучесть крови, это все может наша продукция, ну, понимаете, остеопатия, любимая это моя тема, не могу остановиться, все, ну, уже высказалась, все, благодарю всех за внимание и за терпение, и за такой, боже мой, да, 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 боже мой, Татьяна Германова, я благодарю всех, кто принимал участие сегодня в нашем эфире, у нас спрашивали, Татьяна Германова, повторите, пожалуйста, где у нас есть белок, это про шейп, амина, бьюти, так, все, все, они есть там в большом количестве, в небольшом, они есть и в базовом сете, все, благодарю вас, сегодня в 19.00, на том же, на этом же самом месте, мы ждем вас, а сейчас, пожалуйста, поставьте плюсики, кто у нас сейчас во время эфира принимал активайз, или базовый сет, или бьюти, поставьте, пожалуйста, плюсики, и еще, мы ждем вас в 19.00, пишите свои вопросы, потому что у нас есть Татьяна Германова-Багданова, постепакт, которая знает все о суставах и вообще о здоровье, и объясняет сложное просто, а я вам обещаю, Татьяна Германова, что сегодня, после нашего эфира, я спущусь вниз, сделаю разминку, и буду 30 минут делать на наркотики занятия, ну, уходите, 30 минут, очень хорошо, засеки, сколько километров получится, и я смогу тебе сказать, не слишком ли быстро ты бежишь. хорошо, хорошо, все, всем благодарю, ждем ваших вопросов, и до 19.00, пока. Всем хорошего дня. Ребята, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, я сейчас их посмотрю и передам Татьяне Германовне, всех благодарю. Ребята, вы неимоверны, я вас не люблю, рады быть вам полезной, презентация прекрасна, прекрасна, я записывала все, и хочу в видео из вашей передачи, обоих сков, посмотрите, ребята, здесь не просто так все построено, все хотят. Вы молодцы, вы молодцы, супер, по мне мурашки бегают, я пила продукт, с задоволением, рады вам. Смотрите, здесь еще построена презентация таким образом, чтобы нам легче было предлагать продукт, не просто вот, знаете, повторять, вот он состоит из того-то, из того-то, Татьяна Германовна подходит всегда, так знаете, как мягко, вот мальчик, почему поломались косточки?